Разговор по чесноку на радио ЮФМ Сказал Гиппократ, отец медицины, 2500 лет назад И эта фраза до сих пор не потеряла свою актуальность Каким заболеваниям может провести неправильное питание? Чем опасны диеты? Какие продукты нужно, а какие нежелательно употреблять? На эти и другие вопросы ответит сегодня наш гость Это врач-гастроэнтеролог Айрат Зиединов Здравствуйте, Айрат Ильдусович Добрый вечер, Майя И первый вопрос, конечно же, связан с вашей профессией Может быть, не все знают, что такое гастроэнтерология И что изучает эта наука, с чем она связана? Гастроэнтерология – это раздел медицины, который занимается строением пищеварительного тракта человека Его функции, заболеваниями, которые могут повредить пищеварительный тракт То же самое лечение, диагностика заболеваний пищеварительного тракта Заболевания пищеварительного тракта, заболевания органов желудочно-кишечного тракта Желудок, кишечник и так далее Скажите, какие заболевания свойственны конкретно жителям Татарстана? В этой области Что сегодня актуально? Какой орган сегодня наиболее сильно подвержен заболеваниям в области желудочно-кишечного тракта? Вряд ли можно именно какие-то заболевания отличительные для нашей республики выделить Но на сегодняшний день определенно многие заболевания желудочно-кишечного тракта Именно выступают на первом месте На сегодняшний день, например, есть такое заболевание гастроизофагальной рефлексной болезни Если по простому это сказать, это болезнь, которая выражается в виде изжоги И эту болезнь называют даже болезнью 21 века К сожалению, многие наши жители думают, что это просто дискомфорт Которые там вызваны определенными каким-то погрешенными едией и так далее Нет там в основе этого заболевания лежат многие такие моменты Которые нарушения именно там моторики, кислотообразования и так далее Очень известны заболевания язвы желудка, язвы сперстной кишки На сегодняшний день за счет того, что много было открытий в отношении вот этой язвенной болезни Что вызывает этой язвенной болезни и так далее Естественно, за счет медикаментов, которые на сегодняшний день появились Эту болезнь удалось уже, как-то сказать, не то чтобы обуздать Но добиться хороших результатов статистики этого заболевания И к сожалению, сейчас большой процент заболевания желудочно-кишечного тракта Это именно онкологическое заболевание Об этом можно долго разговаривать, но этот момент присутствует Как это происходит, почему это так, это можно разговаривать и дальше Мы обязательно еще вспомним об онкологии в области желудочно-кишечного тракта Сейчас мне хотелось бы задать вопрос, который интересует каждого человека Вот желудочно-кишечный тракт, что влияет на его заболевания желудочно-кишечного тракта Экология, вредные привычки, правильное-неправильное питание На что в первую очередь нужно обратить внимание, чтобы быть здоровым Как бы тут банально и непривычно не звучало бы для человека Откуда в основном эти заболевания проявляются Но вопреки обыденно принятому такому мнению, что это погрешится еде Это не совсем так Да, определенный момент, определенный процент в этом есть Но в основном желудочно-кишечный тракт заболевания, то же самое язвенная болезнь, например, о которой мы упомянули Вот есть фактор риска, есть фактор провокации Фактором риска является микроб, который находится под слизистом слоя желудка человека Да, это хеликобактер пилори И провоцирующий фактор, это стресс А в дальнейшем уже какие-либо погрешности, которые там присутствуют в рационе Они могут осложнить только это заболевание язвы То есть это привести к кровотечению, перфорации, пенетрации и так далее Вот, поэтому тут, например, выступает стресс То есть стресс это не экология, не неправильное питание, не все эти химикаты Которые мы все бесконечно думаем, что же мы там, какие ГМО, какие консерванты мы употребляем А именно психическое состояние человека, стресс, нервотрепка Играют самую большую роль Да, это большая роль, это может быть даже самая значимая роль Почему? Потому что на сегодняшний день это время цент нот Вечно не хватает времени людей В основном это занятые люди, которые в гонках за этим мирским, за какими-то благами Даже не могут себе обеспечить там нормально, спокойно питание там в обеденный перерыв То же самое даже ужин, который даже в принципе происходит, должен происходить в домашних условиях, в окружении семьи, радости Сам сколько раз замечал, даже ужин происходит, находясь в интернете Находясь то же самое с смартфоном У телевизора Да, вот Как говорил наш известный профессор Преображенский Не считайте до обеда газеты Никакие газеты не считайте Правда, там и про советские газеты вроде бы так упомянулись То есть вот эта вот информация, то, что тебя окружает Это постоянно вызывает ситуацию, когда ты должен быть ко всему готов Что значит стресс? Стресс, когда выделяются гормоны, так называемые катехоламины, которые человека вынуждают постоянно быть к чему-то готовым То есть мышцы, сосуды, сердце, сердцебиение, да? Это постоянно человека держат в тонусе И в этот момент вся сила, вся энергия именно мобилизуется на защиту А уже на пищеварение, на кровоснабжение желудочно-кишечного тракта уже сил остаются мало И в этот момент уже нарушается пищеварение И это приводит уже к тем или иным заболеваниям, обострению этих заболеваний Безусловно, экологию, качество пищи, присутствие там химикатов в пище Это нельзя исключить Естественно, они тоже имеют свое значение Но если мы поговорим о качестве питания Хотя вот для меня это открытие, что стресс вредит больше организму, чем качество, например, продуктов питания Если мы говорим о качестве продуктов питания Сейчас, ну, невозможно практически купить какой-то продукт без содержания каких бы то ни было консервантов И так далее, если мы говорим о мясе Обычный человек, который покупает в обычной розничной сети мясо, овощи, хлеб, молоко и так далее То это обязательно какие-то долгоиграющие продукты, какие-то консерванты, красители и так далее Как быть, что есть? Как быть, что есть? Это самый трудный вопрос для меня, как для гастроэнтеролога, когда я беседую с своим пациентом Не все мои пациенты, которые ко мне обращаются за помощью, они заслуживают слово диета Не обязательно им надо прописывать какие-то дворные блюда Все прокручено, все проваренное, слезеобразное, кашебразное Многим нуждаются просто в слове сочетания здорового питания Сказать легко А что это такое здоровое питание? Здоровое питание – это когда ты знаешь, что ты кушаешь Вы только что упомянули Гиппократа Это и то, что ты ешь Это говорит о том, что в рационном питании ты должен знать, что главное должно присутствовать Чего тебе именно не хватает, что должно быть в составе пищи Например, если мы на сегодняшний день возьмем, в чем нужда человека И какие проблемы в рационном питании вызывают теле и иные заболевания Это нехватка клетчатки, нехватка пищевых волокон То есть это овощи, пищевые волокна, это то же самое Можно даже отрубить и так далее Но какие, вот смотрите, если говорим об овощах То где консерванты, где красители, где нитраты Как определить? Покупаем мы обычную картошку, овощи или морковь Варим овощные супчики и так далее Но принесет мне этот супчик больше пользы или вреда Если я не знаю, где выросла эта картошка, в каких она условиях выросла и чем обрабатывалась Вопрос актуальный, вопрос интересный И вопрос, который очень трудно найти ответ Даже при том, что на сегодняшний день человек, прекрасно зная Что овощи действительно это нужно для желудочно-кишечного тракта В страхе от того, что попадется продукт или овощ, который выращен с нитратами, спеццицидами, грибицидами Он будет себя в этом ограничить Но вот посмотрите сами На сегодняшний день регион вышел на первое место по раку кишечного тракта Так называемый колоректальный рак Для профилактики колоректального рака как раз это нехватка клетчатки, нехватка пищевой полотки Это то, что мы упомянули Это овощи, фрукты, это отруби Для среднего такого телосложения человека Это в переводе овощей где-то 400-500 грамм овощей В день? В день Да, мы можем говорить об нитратах, о пестицидах, грибицидах Но если мы на весы ставим в одну сторону пестициды, грибициды, какой-то там дозах и так далее И на другую сторону весов Это первое место по колоректарному раку Тут нужно уже, я думаю, много не надо выбирать Тут уже есть о чем Естественно, по мере возможности избегать надо овощей, которые это содержит Но это уже другой вопрос Это уже дело совести производителей, дело совести реализатора продуктов Конечно, всех выгонять на дачу и только на органике выращивать овощи Это нереально Но, дай бог, я думаю, мы доживем до того времени, когда будет программа экологической системы продукции для нации Которая нам будет предлагать альтернативу Которая, может быть, эта продукция, может быть, она будет немножко дороже того, что мы сейчас покупаем Но зато у нас будет выбор Кто себя что может позволить, это уже другой вопрос Но пока не мере к этому надо стремиться Да, это действительно очень важно Что касается воды Ту воду, которую мы пьем У нас сейчас большой выбор Можно покупать бутилированную воду Есть специальные киоски, где продают воду в больших баллонах Можно ходить, ездить куда-то на родник, знакомый, брать воду из родника Вода, которая течет из-под крана Вот что, качество воды вообще влияет на здоровье человека? Ну, насколько мы знаем, насколько нас учили Что человеческий организм в основном состоит из воды H2O Постоянно эта вода, молекулы воды Они находятся в обменном процессе По некоторым подсчетам Человеческий организм нуждается в сутки 30-50 мл воды на килограмм веса Вот, вы можете умножить свой вес на 30 И вы получите минимальное количество воды, которую в день должны выпивать Полтора литра приблизительно Полтора литра приблизительно для вас Вот эта вода, она должна в чистом виде поступать в организм И тут уже сразу становится понятно От качества воды будет зависеть именно из чего ты будешь состоять Вот Вот те моменты, когда кто-то говорит, что в том роднике хорошая вода В другом роднике хорошая вода Может быть, это и имеет место быть Но я бы, конечно, порекомендовал все-таки иметь более точные данные А именно какие-либо лабораторные данные о составе этой воды Я помню те времена, 90-е годы, когда в поисках чистой воды В одном из наших городов Татарстана Было очень модно копать артезианское колодце Буквально это был такой бум Вот все с бутылями, бидонами Именно набирали воды в этих колодцах Потом оказалось, что там очень большое количество каких-то примесей Которые содержатся, что не очень полезны для здоровья Вот, поэтому Когда ты только по подсказке своего соседа, своего друга Именно ездишь к какой-то колонке Или к какой-то парадике Ты должен все-таки обязательно, наверное, подинтересоваться Тем более, это сейчас доступно на лабораторные исследования Один раз сделать исследование И знать, что ты пьешь Это, я думаю, тебе не навредит Лучше один раз заплатить небольшую сумму А потом уже спокойно потреблять эту воду Естественно, уже не говоря о тех фильтрах Которые на сегодняшний день у нас есть В быту В магазинах, в сетях и так далее Вы используете фильтр или пьете покупную воду лично? Я использую покупную воду Именно Одной из фирм, которой я Даже будучи доверяя, зная Хозяев этой фирмы, которая разливает эту бутыль Но все равно Вот это вот недоверие во мне сработало И я именно проверил лабораторию И теперь я спокойно потребую эту воду Но я считаю Это вот как раз мы Если возьмем свой пищевой рацион Это как раз то, куда нельзя Жалить свои деньги Сейчас большое количество Всевозможных бактерий Лактобактерии, бифидобактерии и так далее И кругом крутится реклама Ешь все, что угодно Жирное, маринованное Все, что хочешь Только потом выпей таблетку волшебную Все растворится прекрасно Все будет замечательно Не будет никакой ожоги, которую вы упомянули И так далее Правда ли это? Стоит ли доверять таким вот Органическим лекарствам Лактобактериям, пробиотикам Впрочем Молочная кислобактерия То же самое, бифидобактерия Лактобактерии Да, так называемые Правильно упомянули Это пробиотики Это очень актуально Очень актуально И то, что когда рекламируют это Они именно знают На чем базируется Но Есть один момент Бифидо и лактобомолочные кислобактерии У каждого человека Они индивидуальны То есть Есть Такие Исследования То, что Ребенок пока находится В утробе своей матери На кишечниках Находится в стерильном состоянии То есть Там не присутствуют Какие-либо бактерии И во время родов Ребенок Захватывает Через родовые пути Молочные кислобактерии То же самое Когда прикладывается К груди своей матери Через молозиво Через молоко Получает вот эти вот Родные для него Молочные кислобактерии И заселяет свой кишечник Бактерии проживаются Начинают размножаться И 70% Иммунитета человека По многим данным Именно зависит От Работы Этих бактерий Вот Те Бифиды Лактобактерии Которые у нас есть Да От них есть польза Но Это польза Временная Пока Ты находишься Под воздействием Какого-нибудь там Агрессивного фактора Под воздействием Антибиотиков Или по тем иным Причинам У тебя появился дефицит Они Помогают временно А уже Кто из них лучше Это уже все зависит от того Что в каких Технологических условиях Это все Врабатывалось Производилось В каких условиях Это все Хранилось И От Приема В какое время Ты его принимал И так далее То есть Отрицать Их не пользу Ни в коем случае Нельзя Но Те факторы Которые я упомянул И про них Нельзя забывать То есть Есть Определенная польза Но это не панацея От всех бед Естественно Естественно Это не панацея От всех бед Теперь поговорим О модных заболеваниях Или Может быть я не права Это не заболевание О диетах Сейчас очень многие люди Особенно женщины Придерживаются Каких-то определенных Режимов питания Диет Там Овощная диета Фруктовая диета Какие-то дни Голодные дни Только на воде Только на соках И так далее Что вы думаете По этому поводу По поводу Вот этого Разнообразия Диет Если речь Действительно Идет О диетах Диета Это именно Должно подразумевать Именно Вот этому человеку Индивидуально Есть ли у него То или иное Заболевание Вот Насколько Этот человек Может там Обойтись Без того Или иного Продукта Вот Этот подход Должен быть Индивидуальным То есть Человек Который решается На Ту или иную Диету Там Пусть она Будет только Из фруктов Состоять Или там Исключить Из него Животный белок И так далее К этому Надо очень Осторожно Подойти И естественно Это должно Происходить Только после Консультации Специалистом Может быть Это гастронтеролог Может быть Это диетолог Может быть Это эндокринолог Вот Потому что Даже некоторые Заболевания Они могут быть Из-за дефицита Чего-либо В рационе питания А если уже Человек Погони За здоровьем Погони И Самим человеком Продуманной Диетой Заболевания И вот это Вот лечение Он может Навредить себя То есть Вот например Часто женщины говорят Я не ем хлеба Вообще Ни в каком виде Это может ей навредить Ну многие худеют Скажем И не едят Мучных изделий Ну давайте Если возьмем хлеб Хлеб Это злакова Группа витаминов В Других Многих Полезающих То же самое Это опять же таки Клетчатка Которую мы упомянули Печевые волокна Это нужно Для организма Это нужно Для организма Исключать Чего полностью нельзя Но Вопрос в том Что это за хлеб Кто его пек Из чего его пекли Вот На сегодняшний день Например Мне говорят Что производитель Хлебобустных изделий Использует там Около 20 Каких-то ингредиентов Ну если мы Знаем о том Что для хлеба Вроде бы там Только нужна Мука Сахар Вода И дрожжи Откуда эти 20 ингредиентов Взяли Да Вот исходить надо Из этого Да Нельзя Там Опровергать Того Что и Избыточное Употребление Хлебобустных изделий Там Очень негативно Там Отражаются На фигуре Женщины Да Это и есть Такой момент Да Ну скажем так Не у всех Там Кто-то мне может Сейчас Возразить Сказать Что рацион питания Стоит из хлеба Он может только Этот человек Может только похвастаться Своей фигурой Соотношением Веса и роста Да Поэтому тут Опять-таки То что мы упомянули Это надо Исходить из того Что насколько Человек Это безвредно Там Не использует Этот хлеб Рассовый питание Может быть Человек Это заменяет Другими продуктами То есть Это должно быть Индивидуально Через только Консультацию Доктора Я напоминаю Нашим радиослушателям И телезрителям Что в эфире Программа Разговор по чесноку И сегодня Мы беседуем С гастроэнтерологом Айратом Сиединовым Говорим В том числе О качестве питания Я хотела бы спросить Вот мы говорили О хлебе Что вы И вы сказали Что хлеб необходим А сейчас Вот очень многие Отказываются от мяса И полностью Отказываются от мяса Становятся вегетарианцами Даже веганами И так далее То есть Вообще ни в каком виде Ни молоко Ни яйца Не употребляют Как вы на это смотрите? Знаете Я вот Вегетарианство И Какие-либо там Вот это Другие Из этой области Моменты Я бы не называл Их диеты Это скорее всего Убеждение человека То же самое Веганцы Да Там же как убеждение Это даже яйца Молоко Они считают Что это продукт Эксплуатации животного Да Конечно То есть Тут где-то Даже рядом стоит То есть Это убеждение человека Это человек Убежден Ну эти убеждения Вредят человеческому здоровью Как вы считаете Потому что человек Лишается мяса Лишается каких-то Минеральных Минеральных Веществ Понимаете Когда человек На это решается Это Только что я сказал Это уже убеждение Вот Если этот человек В этом убежден Там возразить Бывает очень трудно Надо Бояться того Чтобы этот человек Вот такое Вот убеждение Своё Не навязал Своим детям У которых Еще идет Там Откладывание Развитие органов Развитие организма Где нужны Многие питательные вещества Те же самые Так называемые Незаменимые аминокислоты Животный белок Это все должен присутствовать Да Их можно исключить Животный белок Потому что Многие Вот эти вот Аминокислоты Они присутствуют В бабах Или в тех Или других продуктах Но Наша Настильнее Именно вот Наша Если местность Взять Круглогодично Чтобы в рационе У тебя питание Те же самые Овощи Фрукты Присутствовали И без Тех Которые мы упоминали Пестицидов Гербицидов Который именно Заложен для Долгого хранения То же самое Там покрытие Этих фруктов Овощей И так далее Насколько это реально Это представить То есть Там какой-то Небольшой кусок Мяса Который у тебя Будет присутствовать На столе Там Два Три раза В неделю Должен заменяться Целой корзиной Разнообразных фруктов Разнообразных овощей Насколько человек Может себя Финансово позволить Насколько Его желудочно-кишечный Трак Именно справиться С таким количеством Продуктов Чтобы это все Переобразовывать Именно Нужное вещество Ну вот сейчас Например говорят Сахар Ну давно уже Достаточно Эта идея Фигурирует Сахар Это Сладкая смерть Скажите Есть ли какие-то Продукты Колбасы Берем Печенье Конфеты И так далее Которые Вы совсем Не советовали бы Употреблять Вот Лучше От этого Отказаться Полностью Если какие-то Ну скажем Если мы представим себе Магазин стандартный Продукты От которых Полностью Следует отказаться На сегодняшний день Я все-таки На первое место Поставил Это Канцерогены Да Это Копченые продукты Когда мы Точно знаем Что там присутствует Канцероген Копченая рыба Копченая рыба Копченая рыба Копченая колбаса Копченая курица Копченое мясо Да Вот это Колбасное Все это изделие Потому что Ну это доказано Что это все-таки Во время копчения Это именно Этот продукт Накапливается Беканцероген Я бы на первое место Все-таки Вот это Поставил Потом Это Продукты Которые содержат Большое количество Сахара Знаете Вот Какая бы Компания Не была Рекламная Или антирекламная По поводу Тех или иных Брендов Газированных Сладких напитков Вот Может быть Конечно Там где-то Подтаилась Там Какая-то Реклама Где-то Может быть Антиреклама Но Как бы этот продукт Назывался Он в основном Содержит Большое количество Сахара За счет того Чтобы вот Именно Вкусовым И качеством С вами Выделиться Привлечь человека Вот Мы не будем Сейчас о каких-либо Рендах Разговаривать Ну на второе Один из первых Мест тоже поставил Вот это Много Сахаросодержащих Продуктов Вот Потом Скорее всего Это пойдут Хлебоболочные Изделия Хотя и мы говорили Что у хлеба Без хлеба жить нельзя Что он полезен Да Но опять-таки Мы возвращаемся К производству Вот На сегодняшний день Вот то что сейчас Используются Это те же самые Дрожи И так далее Да Вот Которые именно Приводят к нарушению Работы пищеводительных Тракта Вот И исходя из своей практики Могу сказать Вот исключая Только вот даже Эти вещи Там можно добиться Много чего Положительно Именно вот В отношении Работы Своего пищеводительного Тракта То есть На первом месте Это копчености На втором месте Сахар И на третьем месте Хлебоболочные Да А уже Если мы разговариваем Там О пряностях Приправах О соленстве Знаете Вот Я часто У себя На приеме С пациентом Вспоминаю Былые Советские времена Да Как бы мы Не говорили Об этом Положительные Моменты Негативные Моменты Да Вот Те люди Которые Моего возраста Старше Прекрасно Помнят Те времена Когда на столе В столовых Стояла Горчица Стоял уксус Вот Это же Не происходило От того Что Во время Советского Союза Некуда Было Девать Горчицу Или уксус Тогда Работала Очень хорошо Профилактическая Медицина Чего у нас Сейчас К сожалению Ничего хватает Да То есть Это те Приправы Те пряности Которые Действительно Нужны Для организма Для Функционирования Организма Сейчас Очень много Ошибок Происходит Именно Из-за Этих Дед Которые Мы Упомянули Когда Человек Придерживается Именно Отварного Прокрученного Кашебразного Слизеобразного И Они В шоке Бывают Когда Сегодня С этим Человеком Случилось Это Проблема Желчегонных Шелчегонных Именно Произошло От того Что Человек Исключил Так Назваемые Острые Блюда То есть Уксус Соль Они полезны Горчица Ну вот смотрите Есть желчегонный Препарат Старый Верный Друг Который Я сейчас Не хочу Рекламировать Ну Все прекрасно Знают Аллаху Основное Вещество У этого Препарата Чеснок По-моему Экстракт чеснока Поэтому Исходя из этого Можно сказать Что эти Прямости И приправы Они играют Определенную роль Но это не говорит О том Что сейчас Какой-то доктор По телевидению По интернету Сообщил Что приправы Прямости Нужны И человек Который Сейчас Какое-то время Придерживался Вот именно Исключал Из себя Эти продукты Прямости 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 И сейчас Сегодняшний Насчет Это кушать Естественно Если человек Уже исключал Эти продукты Из рациона Питания Значит у него На то были Какие-то причины Ну может быть Убеждения А может быть Действительно Какое-то Продолжение Но перед тем Как вернуться К этим продуктам Конечно Это все Тщательно Нужно Обследование Я не хочу Быть причиной Того Что человек Сегодняшний Вечер Использует Там На большом количестве Чеснок Корчицу Уксус И уже завтра На год вперед Напьется уксус Завтра уже С претензиями Ко мне придет От того Что вы вчера Сказали по телевидению Это должно быть Именно Умеренно Но в то же время Из рациона Питания Понимаете Нет такой Национальной кухни Где бы Чтобы продукты Были бы Только постные Только прокрученные Только проваренные Нет такой кухни Это вот та Кухня Которая На Такой Щадящем режиме Для этого Должны быть Очень такие Серьезные показания С стороны здоровья Чтобы ограничить Человека От тех Блюд Которые стимулируют Выработку соляной кислоты В желудке Сокращение Желостного пузыря Выработка Ферментов Поджелудочной железой Стимуляцию Работы кишечника А что вы думаете По поводу Лечения голоданием Лечения голоданием Но Человек Без пищи Может действительно Много выдержать Да Вот Большая ошибка Иногда бывает Даже Когда Больного человека Заставляют кушать Говорят Что тебе нужна Энергия Тебе нужна Сила Вот И этим Наоборот Мы можем Ухудшить Состояние человека Потому что Это просто Так легко Кажется Что ты Что-то Силой Это все Быстренько Там распространилось По своему организму И уложилось Везде Где надо По полочкам Нет Чтобы даже Малое количество Пищи Переварить Это нужна Большая энергия Большая энергия Для того Чтобы это все Белки Жиры Углеводы Заняли свое место Витамины И так далее Вот Вот А когда Уже Если Вот это вот Жиры Белки Углеводы Определенный запас Твоем теле имеет Они всегда Идут на расход Во время Вот этих Больших голоданий Или ты там По своему заболеванию Гадаешь Из-за заболевания Или по каким-то темным Убеждениям Там Человек голодает Да Вот Это Запас продукции Она Жир Может Тоже так же Переваривается Там Углеводы Распад идет Человек Выживает За счет этого И тем более Это иногда Даже часто Именно вот Полезно Но Вода Которую мы Упомянули H2O 350 мл На килограмм веса Это Должна быть В рационном питании То есть Без воды Никак И Но Речь может пойти О патологическом Голодании Да То что мы сейчас Можем наблюдать Среди своих Пациентов Булинии Да Есть аналексия Да Есть вот Это убеждение Быть Там Похожим На какие-то Модели Насколько я знаю Что сейчас Это уже Даже В некоторых странах Запада Европы Это уже Клиническая Да Это уже болезнь И этим Пытаются бороться И пытаются Там Даже Из Мероупитанных Женщин Там Пытаются Сделать Какие-то Идеальные Фигуры Да Чтобы Лишь бы Люди В погоне За этой фигурой За таким же Телосложением Не погубили Свой организм Вот Тут надо Очень избирательно Подходить С какой-то целью С каким убеждением Человек берется За это голодание И насколько организм Может это выдержать То есть Такой ситуации Конечно Консультация хорошая Специалист Это только на палец Пойдет То есть Получается Как бы человек Не заботился О своем здоровье Все равно От его мыслей От его ощущений Чувств Состояния Души Так скажем Тоже Очень-очень Многое зависит Кстати Что касается Вот например Того же самого Стресса Почему некоторые люди Меня всегда интересовало Вопрос Хотят есть Вот у меня есть подруга Которая Когда Что-то происходит В ее жизни Плохое настроение Может быть такое Депрессивное состояние Она очень-очень Много ест Толстеть страшно А есть люди Которые наоборот Когда у них стресс И когда они В таком возбужденном Нервном состоянии Наоборот Теряют аппетит И соответственно Теряют в весе Вот от чего Это зависит Ну Стресс Стрессу Рознь Так Ну вот Почему Происходит переедание Почему мы упомянули Что вот это Вот то Что мы Газеты Не должны читать Мы не должны Отвлекаться на интернет Мы не должны Отвлекаться на телевизор Вот Это именно От того Что в этот момент Мы не контролируем Количество Принимаемой пищи Вот Все происходит Быстро Во время стресса Во время стресса Вот Есть такое Понятие Медицины Как нейрогуморальная Регуляция Да То есть Нейрогуморальная Регуляция Когда с помощью Гормонов То же самое Нервной системы Регулируется Работа органа Вот этот момент Когда человек Находится стрессом Вот это вот Идет Нарушение Дисбаланс Этой работы И человек Пропускает Тот момент Когда нужно Именно получать Только нужное Количество пищи Первое Сигнал Насыщение Поступает Человеку Через минут 20-25 После того Как человек Начал принимать Пищу То есть Человек может 20-25 минут Просто есть Независимо от того Уже наелся он Или нет Да Больше даже того Может быть Это связь Потому что Если мы Не торопясь Наслаждаемся Едой Спокойно Принимаем пищу При этом Может быть Приятная беседа Вот Очень рекомендательно Это в кругу Семьи Кругу Своих друзей Это не должно Быть Где-то В промежутке Между чем-то Для этого Это не Идет речь О какой-то Культе еды Который там Практиковался У римлян А именно Уделить внимание Уделить какое-то Определенное время Для приема пищи То есть Как говорят Война войной А Обед по расписанию Обед по расписанию Вот этот момент Если ты уделяешь Для этого Спокойно Своё определенное время Ты контролируешь Принимаю свою пищу Вот этот момент И как раз Может быть Это потеря контроля Над количеством Принимаемой пищи Вот А то что Момент Когда вы спросили По поводу А также стресс Может и Отсутствовать Отсутствовать аппетит Отсутствовать аппетит Да Тут уже надо Тоже исходить От того Что Когда человек То что Находится в стрессе Вот то что мы говорили Это Именно Вся энергия Вся энергия Сосредоточена На другом На защите На напряжении Мышц На сердце Которое обращение Кровеносные сосуды Да И вот это Уже Уменьшает Выделение Соляной кислоты Выделение Ферментов Поджелудочной железы Которые Именно Идут На стимуляцию Аппетита Понятно Я хотела бы поговорить Еще о клинике В которой вы работаете Можно сказать Это уникальная клиника И достаточно новая Во всяком случае Бренд Университетская клиника Казани Существует Достаточно недавно Расскажите пожалуйста Чем В чем особенности Вашей клиники Какие-то Может быть Новые методики Разрабатываются Диагностические Новшества Присутствуют Университетская клиника Казань Это на сегодняшний день Та клиника Именно Которая Идет Рядом с наукой Мы Сейчас работаем Казанской Федеральной Университетом КФУ С нами Рядом С практикующими Врачами Стоят люди Которых Больше Они Заинтересованы Продвижением Медицины Как наука И вот Это Друг Другу Мы Помогаем Скажем Так Потому что Рядом с нами Те люди Которые В курсе Нового Медицины Новых Методов Диагностики Новых Методов Лечения То же самое Рядом Рядом с ними Те Врачи Которых Уже Набрался Опыт Работы С пациентами Вот Это Очень Хороший Тандем Оптимальный Вариант Я бы Сказала Оптимальный Вариант Это Должно Быть Конечно Нет Условия Чтобы Каждой Больнице Города Создать Такие Условия Хотя Казань У нас Всегда Отличалось Именно То Что Альма Матер Медицинский Вуз Именно В Казани Находился Многие Больницы У нас Работали Именно С кафедральными Работниками Поэтому Это Было Это Может В какой-то Степени Возвращение Былому Хорошему Но Нашей клинике Еще тем Отличается То Что На сегодняшний День У нас Стоит Супер Современное Оборудование Именно Вот Даже Касательно Гастроэнтерологии То есть У нас На сегодняшний День Диагностические Оборудования Одна Из самых Индоскопии Обследования Желудочного Кишечного Тракта Вот На сегодняшний День У нас Хорошо Постальное Дело Это Обследование Желудка И кишечника Под Анестезией За которым Люди Которые Могут Эти Материально Позволить Ездили В Европу Израиль На сегодняшний День Это мы Можем Предложить То есть Сегодня Не нужно Ездить В Европу Или Израиль Практически Можно сравнить Вполне Конкурентоспособна Отечественная Медицина Конкретно Ваша клиника И Лечение За границей Определенно Знаете Это вот На сегодняшний То что я Сейчас говорю Это не проталкивание Не лоббирование Именно Вот Нашего Это мнение Наших пациентов Которых Есть чем сравнить Вот Да Может быть Каких-то Каких-то Моментах То же самое Что В комфорте И так далее Мы Может быть На сегодняшний Не можем Это обеспечить То что Те Частные клиники Которые Наших людей Которые туда Попадают Да Но в основном То что Вот этот комфорт Это для них Немаловажно Но Над этим Наш руководство Тоже работает То есть Это все впереди Но То что я уже Упомянул Именно Диагностический метод Это то же самое Например Хеликобактер пилори Который на сегодняшний день Очень актуальный Микроб Который вызывает Заболевания Желудка Гастрит Эрозивный гастрит Язва желудка Он приписан К канцерогену Первый Канцерогену Первой степени Который вызывает Раковое заболевание На сегодняшний день Самые основные методы Обнаружения Этого хеликобактера В желудке У нас есть Ну вот Это уже Большое дело На сегодняшний день Мы еще Сейчас запускаем Другие Функциональные методы То есть это Пашметрия Эмпеданс И так далее Это работа Желудочно-кшечневого тракта Тут можно Много терминологий Называть Но поверьте мне На сегодняшний день Всем тем основным Который Нужен для Диагностики Заболевания Желудочно-кшечневого тракта У нас есть И тем более У нас И стремление К тому Чтобы Это происходило Как Сказать правильно Правила одного окна Или как Я не знаю Вот такое-то было Когда-то Может быть Это в других отраслях Но чтобы пациент К нам пришел И уже Никуда не выходя Получил Все что надо Направление Гастроэнтрологии То есть это Инструментальный метод Исследования Это анализы крови Это консультации Гастроэнтролога А если при необходимости Это И оперативное вмешательство По поводу Заболевания Желудочно-кшечневого тракта Если там Действительно Показано Оперативное вмешательство Конечно это включая Койки Дни Действительно Достаточно Много всего интересного Происходит в университетской клинике Казань Учитывая что Врачи И ученые Работают совместно Можно сказать Исследования происходят тут же И новейшие все Типы Как диагностики Так и лечения У вас доступны Это действительно Очень здорово К сожалению Время нашей программы Закончилось Большое спасибо Спасибо Айрат Альдусович За очень интересную беседу Про хеликобактер Мы с вами еще обязательно Надеюсь как-нибудь поговорим Потому что тоже достаточно актуально Я хочу напомнить Нашим радиослушателям И телезрителям Что в нашем прямом эфире Сегодня был врач Кастроэнтеролог Айрат Зееддинов Мы говорили О заболеваниях Желудочно-кишечного тракта О здоровом питании О том Как стать здоровым И жить полноценно Надеюсь что мы помогли Нашим радиослушателям И телезрителям Понять Как это сделать А с вами была Марина Хакимова Гацимайр Программа Разговор по чесноку Увидимся ровно через неделю Всего хорошего Разговор по чесноку На радио ЮФМ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин